здравствуйте еще одно видео благодарность это музыка только в начале и в конце об авторе посвящение данная книга посвящается джону хэрри чарна автору бестселлеров духовному наставнику и дорогому другу человеку который бесплатно раздал всю свою жизнь если вы когда-либо в жизни столкнулись с любой нуждой будь то нужда в работе или в деньгах или в совете или далее в исцелении что-то останавливает порыв самое эффективное лекарство дайте духовная экономика процесс преуспевания в общем это аудиокнига виталий джо величайший секрет того как делать деньги вопрос прослушали первые 40 секунд тут в начале только в самом самом начале и в самом конце идет музычка она одновременно показывает что книга это началась это не середина здесь 32 трека они довольно объемные где-то минут по 12 вот так вот и это именно но как красиво освещается именно поэтому я начал вести свой канал на ю тубе благодаря этой аудиокниге здесь указывается на то что старайтесь отдавать чтобы что-то получить нужно что-то отдать конечно многим это не понравится можно продавать можно еще что-то такое ну это как скажем как вариант но как собственно освещается это у меня второй канал такой сельский я его называю лайв канал первый канал меня был помощнее почитайте в описании что-то и принципе вот так вот я с этого вначале вообще ничего не имел абсолютно кроме хлопот о том как записать эти видео о том как их перевести в черкассы загрузить youtube это довольно сложно было мне не было вообще интернета потом появился и постепенно 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 стало лучше появились подписчики давали советы какие-то я смог благодаря того что была монетизация у меня включена тогда у ю туба было попроще с монетизацией я начал получать деньги чтобы покупать корм курочкам и меня ну в общем вышел на себестоимость какое-то время на грани себестоимости все это происходило очень продолжительное время там по моему где-то полтора года вот так это все происходило полтора года почти себестоимость так скажем вот там по моему 30 центов за первый месяц или 18 центов я же не помню постепенно вышел на где-то на 10 долларов в месяц 18 центов это в месяц было если на то пошло потом где-то 10 долларов в месяц потом постепенно увеличилось до 20 ну а снимать можно было где-то с 70 долларов плюс еще 30 процентов забирала себе компания которая поддерживала мою монетизацию потом эта компания отказалась и у меня на 30 процентов больше появилась возможность получать средства и в общем тогда уже я мог не считаться с расходами но все это было рефинансированием так как мое оборудование тоже было потрачено на эти деньги на ну на это все деньги и надо было как-то вернуть о том что рассказы свои достоинства недостатки ведения хозяйства на что-то акцентировал внимание что-то что-то у меня получалось что-то не получалось и вот кстати засохшее дерево осталось не спилили я считаю что это помогло людям они не потратили столько времени сколько могли бы потратить на все решение своих вопросов и мне даже начала приходить монетизация незначительная но хоть что-то приятно тоже было также были приятные отзывы которые люди писали и плюс еще я самосовершенствовался меня был очень сильный акцент я не мог точно сразу ловко выразить свою мысль а потом постепенно это все прошло так как многократная тренировка она помогает в в решении более сложных задач так скажем колесо на на сломалась велосипедиста люблю прогуляться по лесу в этом месте тут где-то дятел засел где-то тут да он на этом дереве что прямо шишки нам отрезкает и таким образом у меня была сильная депрессия раньше да и вообще неприятность в том что как-то не так сложилась жизнь постепенно это прошло именно благодаря тому что я начал помогать людям и я чувствовать начал себя другим человеком также завел другой канал на youtube и технически свои мысли начал высказывать и так далее в общем очень приятная такая книга тоже слушал много раз как и тайна хорошо помогает приятно делать приятно я бы хотел сказать что можно конечно кому-то делать пакости там подставку подножки подставлять но это такое вот превосходство там типа чувство превосходства но превосходство может быть также если вы их кому-то помогли вот вы можете помочь у вас есть такое такая воспособность вот иду раз палку убрал с дорожки а в следующий раз тут уже сможем можно будет когда снег сойдет ездить на велосипеде приятнее идти через лес чем шуровать там по дороге и собаки лают и надо от машин уходить и там лужи будут еще долго у нас там северная страна плохо высыхает а здесь можно будет проскочить так что если у вас получается кому-то помочь помогайте это довольно приятная вещь а также это хорошо для самосовершенствования особенно если это на на все это на эту помощь нет не требуется тратить много времени вот например записать видео на это не требуется слишком много времени над этим не надо сидеть часами можно подготовиться умозаключительно а потом уже вывести все во время записи вот так же идет время загрузки там описание все такое но кстати слышал каких-то странах вот запрещено собирать валежник вот у нас лежит валежник в принципе ну как бы не разрешается так вот напрямую ну и не запрещено можно собрать если но такой вот лежит так людям приходится платить деньги чтобы они убирали так как это у нас идет технический лес а вот у тех кто тут живет может прийти аккуратненько напилить насобирать эти ветки так как она валяется и низовой пожар может произойти не знаю как точно называется этот вид пожара но вроде как не зову есть верховой так когда по вершу по верхушкам а есть когда по подстилке ширует вот такое вот если загорится там будет пылать хорошо так что в принципе тут тоже как помощь вроде бы ничего не делают а помогает и и люди вроде как убирают мусор и помогают взаимопомощь такая получается те сильно не запрещают а люди сильно не наглеют вот такую можно распилить на три штучки уже ветку отпилить там и уже можно подсушивать для этого для печки так что если у вас получается помочь помогайте это очень приятно не всегда конечно есть люди которые считают себя вот вы им должны что то в общем должно все у вас неправильно там еще начинают придираться к мелочам но это обычное дело обычное значит такими людьми вам не по пути плохие сами уйдут или вы можете сами попросить уйти все зависит уже это уже дело такое я не считаю что все люди плохие я считаю что есть люди которые совершают плохие поступки так что и плохие поступки именно намеренно совершают есть которые не намеренно есть которые намеренно так что старайтесь делать хорошо а там уже кому-то помогать а если эти люди такие что вам ну допустим вам с ними не хочется общаться не общайтесь с ними вот такая вот моя благодарность книга Джо Виталия сейчас еще раз прочту название полностью Виталий Джо величайший секрет того как делать деньги пока 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 что не знаю не знаю как не знаю как но как Продолжение следует...